Здравствуйте! Тема программы у нас сегодня не теряющая актуальности – здоровье. А если быть конкретнее, то здоровье детей. С 25 августа на Южном Урале стартовала ежегодная акция за здоровое детство. Как сообщает областное министерство здравоохранения, на протяжении месяца в больницах, поликлиниках будут проходить дни открытых дверей с консультациями врачей. В школах пройдут уроки здоровья. Вся эта акция направлена на то, чтобы сократить детскую заболеваемость и сформировать у детей и подростков навык здорового образа жизни. Это важно, особенно сейчас, когда медики фиксируют в Челябинской области рост заболеваемости интровирусной инфекции. Как ее еще называют – одной из болезней грязных рук. Как защитить ребенка от вируса и инфекции – тема нашей сегодняшней программы. Какие меры профилактики заболеваний используются в вашей семье? Делаете ли вы прививки детям? Как защищаете свое чадо в преддверии начала учебного года? Наш телефон 24 55 11. Звоните, будем общаться. Советы мы рассчитываем получить от нашей гости. Вот она как раз к нам подошла. Светлана Анатольевна Зайкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Магитогорцы. Это заместитель главного врача по медицинской части инфекционного стационара 3-й детской больницы. Да. Светлана Анатольевна, очень рада вас видеть. И у меня вот сразу к вам вопрос. Действительно у нас дети болеют чаще, чем взрослые? И какой возраст среди детей можно считать самым болеющим? Да, конечно. Если говорить об инфекционных заболеваниях именно, то, конечно, дети болеют чаще, чем взрослые. И наиболее уязвимый возраст для инфекции – это, конечно, дошкольный. По простой одной причине, что после 6-месячного возраста у детишек утрачивается иммунитет, который передался ей от мамы через плаценту. И они начинают вырабатывать свой. А чтобы выработался иммунитет, ребенку нужно подключить или вакцину, или переболеть каким-то инфекционным заболеванием. И в течение первых дошкольного возраста, первых лет, они нарабатывают этот иммунитет и защиту от этих инфекционных заболеваний, с которыми встречаются. Это и хорошо, и плохо, так сказать. Да, говорим, иммунитет-то вырабатывается. Ну, это жизнь. Аисклана Анатольевна, а вот эта та самая интровирусная инфекция, которая сейчас, говорят, ходит по городу, да, вот это что вообще за зверь такой, насколько он опасен? Интеровирусная инфекция – это сезонное заболевание. Мы с ней встречаемся ежегодно в это время. То есть с июля по сентябрь – это пик заболеваемости интеровирусной инфекцией. В этом году она тоже есть, но случаев заболеваний у детей не больше, чем в предыдущие года. Протекает она в самых различных формах, очень много форм, но наиболее тяжелая – это, конечно, менингит, когда детей необходимо госпитализировать, проводить лечение в стационаре именно, что вот мы сейчас и делаем. А вообще можно спутать интеровирусную инфекцию с какой-то другой болезнью, вот отравлением обычной простуды, аллергии какой-то? В начале заболевания, конечно, есть схожие симптомы для различных инфекций. И чтобы разобраться, какая это инфекция, конечно, необходим осмотр врача и наблюдение в динамике врача. А основные симптомы именно менингита, вызванного интеровирусом – это подъем температуры, плохое самочувствие, то есть слабость, вялость, недомогание. Очень сильная головная боль, которая не была ранее характерна для ребенка, повторная рвота. И есть специальные менингиальные знаки, которые может определить врач при осмотре. А если это не форма менингита, то как протекает вообще интеровирусная инфекция? Какие у нее есть симптомы? Интеровирусная инфекция не в форме менингитов с самыми разными симптомами протекает. Может протекать под маской обычной респираторной инфекции, то есть высокая температура боли в горле. Может протекать по типу герпангины, так называемые, когда пузырьки на миндальных образуются. Может протекать в форме миалгии, когда выражены боли в мышцах грудной клетки. Может протекать с особенными сыпьями. Это одна из разновидностей этой инфекции. Это вирус коксаки, о котором много сейчас говорят. Попробуем тоже поговорим. Да. Вот такие самые разнообразные формы. То есть маскируется как может. Их много, да. Там вот вы сказали, что самый первый симптом – это повышенная температура. А сколько повышенная? Температура может быть различна от субфибрильной, то есть там 37,5-37,3, и до высокой, до 40, может быть, 38-39. То есть невооруженным взглядом, без специалистов, ну только специалист может отличить, да, так просто, там, родителей не может. Ну, конечно, нужно осмотреть других симптомов специфических для этой инфекции. Как вы защищаете своих детей от вирусов и инфекции, говорим сегодня. Напоминаю, звоните 24-55-11. Кстати, автор лучшего звонка получит подарок – два билета в кинотеатр «Джаз-Синема». А сейчас давайте посмотрим информацию от Роспотребнадзора. Последняя статистика числа заболевших интервирусной инфекцией в Магнитогорске. Смотрим. У нас в этом году отмечается незначительный рост заболеваемости интервирусной инфекцией. Значит, на сегодняшний день с момента регистрации, которая у нас началась с конца июня месяца, зарегистрировано и лабораторно подтверждено 22 случая интервирусной инфекции. Из них 20 прошли в форме Мингита. Все это дети, взрослых у нас не зарегистрировано. В основном болеют маленькие дети, то есть это дети дошкольного возраста. На сегодняшний день по городу Магнитогорску случаи заболевания интервирусной инфекцией зарегистрировано в 10 детских дошкольных учреждениях. Значит, эти учреждения продолжают работать в обычном штатном режиме. Мероприятия противоэпидемические проводятся вот в указанных, там, где регистрируются случаи, согласно санитарным правилам. То есть это не принимаются дети вновь в эти группы, где зарегистрированы случаи. Усилен дезинфекционный режим, значит, продлено время прогулок на свежем воздухе, в группах проветривания и обработка воздуха. Это сезонная инфекция. У нее характер такой, что в основном она регистрируется в летний-осенний период, то есть когда идет отдых людей, то есть купание, потребление воды из разных источников, естественно, фрукты, овощи, недостаточная обработка рук. В связи с этим и связана рост заболеваемости. В Роспотребнадзоре успокаиваются, что никакой эпидемии в Магнитогоровске нет, но меры предосторожности соблюдать все-таки стоит и советуют. Возвращаясь к антровирусной инфекции, Светлана Анатольевна, вот форма менингита, насколько она опасна? Что вообще это за заболевание? Форма менингит при антровирусной инфекции – это наиболее тяжелая форма. Это все-таки воспаление мозговых оболочек, это серьезно. Чем грозит? У ребенка могут развиться судороги, могут развиться потери сознания, может развиться повышенное внутричерепное давление. И если не лечить данную инфекцию, есть такая более тяжелая, еще более тяжелая форма – это менингенцефалит, когда развивается воспаление именно головного мозга, то последствия могут быть самые тяжелые – и параличи, и пареза. Но, к счастью, такая форма в виде энцефалита встречается редко. А менингит сирозный все-таки поддается хорошо лечению. Нужно только вовремя все начать и провести весь комплекс мероприятий. Светлана Анатольевна, скажите, кто-то вообще рискует лечить антровирусную инфекцию дома или все-таки нужна госпитализация? Если антровирусная инфекция протекает не в форме менингита, в виде малых форм, так называемых, то, конечно, эта инфекция лечится в домашних условиях. Только требуется изоляция на время лечения ребенка дома, чтобы не было контактов с другими детьми, по гостям не ходить, Но если нет, ведь матерью болеет вся или нет? Совсем не обязательно, потому что энтеровирусная инфекция – это все-таки такая достаточно распространенная инфекция. Взрослое население в основной своей массе уже имеет антитела к этому вирусу и болеет гораздо реже, чем дети. А что сделать, чтобы ребенок не заболел, не подхватил эту инфекцию? Можно какие-то меры профилактики предпринять? Да, специфической профилактикой против антровирусной инфекции, к сожалению, нет, то есть вакцины не существуют от антровирусной инфекции. А меры профилактики – это обычное соблюдение гигиенических правил. То есть при купании в водоемах не заглатывать воду и не брать воду в рот, потому что в водоемах часто она развивается. Это употребление качественной питьевой воды, это употребление продуктов, требующих термической обработки, именно хорошая термическая обработка, мытье овощей и фруктов тщательно под проточной водой, и, конечно, укрепление общих защитных сил, то есть это здоровый образ жизни, рациональное питание, режим труда и отдыха, гимнастика, физкультура – это все эти меры в какой-то степени приводят к хорошему состоянию здоровья и к более лучшим защитным факторам в организме. И ребенок не обязательно заболеет этой инфекцией, если даже с ней встретится. Укреплять иммунитет не забываем одним словом. Светлана Анатольевна, вот говорили про турецкий вирус коксаки, вот сейчас их им пугают, да, вообще есть в магните случаи заболевания. И второй момент, тем, кто собирается ехать на курорт, как быть, какие меры профилактики предпринять? Ну, вирус коксаки, он тоже относится вот к той самой группе энтеровирусных инфекций, одна из разновидностей этой инфекции. Протекает он в более легкой форме, чем менингит, ну, он проявляется там определенными симптомами, госпитализации не требуют, поэтому в нашем стационаре не было в этом году случаев этого вируса коксаки именно, но думаю, что в городе, наверное, есть, потому что инфекция не такая редкая, и люди у нас мигрируют, ездят на отдых, я думаю, что встречается. Протекает легко, лечится в домашних условиях, чтобы, как бы, проводить меры профилактики. Это те же самые, от которых я сказала, при энтеровирусной инфекции. То есть в водоемах смотреть, где купаемся, если в бассейне люди купаются с проявлениями различных сыпей, то нежелательно в этом же водоеме купаться, вот, тщательно мыть овощи и фрукты, тем более это вот, как бы, на отдыхе. И обычное правило, которое всегда нас учили, мыть руки перед едой, нельзя ничего грязными руками в рот класть, прежде чем что-то есть, нужно очень хорошо их помыть. Самые простые, истинные, мы должны помочь. Мы продолжим разговор с вами обязательно после короткой рекламы. Не переключайтесь, лучше набирайте 24 55 11. Как вы защищаете своих детей от вирусов, инфекций? Какие меры профилактики? Предпринимаете дома? Может быть, вот, несмотря на лето, лук, чеснок едите, лишь бы только ничем не подхватить. Мы ждем ваших звонков. Сейчас реклама. Это прямой эфир телекомпании ТВН. И сейчас короткое объявление. Вот принес сегодня в редакцию режиссер такую находку. Это сертификат профилактических прививок на фамилию Григорьева. Нашел он эту медицинскую книжку возле арены Металлург. Если вы знаете юную, восьмилетнюю, обладательницу этого документа по фамилии Григорьева, то обращайтесь к нам по адресу. Проспект Ленина, 124, дробь 1. Информация там все-таки важная, без которой в школу, в детский сад, ну, уже не в детский сад, в школу не пустят. Да, действительно. Вот как раз начало учебного года уже не за горами. Через неделю детишки пойдут в школу. Скажите, вообще врачи как-то связывают начало учебного года с ростом заболеваемости детей? Ну, я не могу такого сказать, что начало учебного года связано с ростом заболеваемости. Если наши родители будут достаточно адекватны, серьезно относиться к ребенку, не будут посылать в школу и детский сад ребенка, который заболел, и от которого могут заразиться другие дети, то, конечно, нет. Нет, здоровые дети не могут ничего плохого принести в школу. Но мы ждем, конечно, заболеваемости чуть попозже, в более поздние осенние месяцы. Эта заболеваемость будет повышена респираторными инфекциями. Может быть, будет грипп, не знаю пока. Но это не в сентябре, это чаще попозже, октябрь, ноябрь. Ну, про грипп мы тоже еще поговорим. А вот ротовирус тоже свойственен, насколько я знаю, к концу лета, началу осени. Чем он грозит ребенку? Потому что его как раз-таки очень часто приносят из детского сада, из школы. Он еще такой контактный, липнет, я бы сказала. Ну, ротовирусная инфекция – это тоже частая инфекция у детей. Она является зимней инфекцией, а не летней. То есть, начало ее обычно осень, весь период зимний и весна – повышенная заболеваемость ротовирусной инфекцией. Относится он к группе кишечных инфекций, вызывает заболевания кишечника. Протекает с высокой температурой, многократной рвотой, жидким стулом и грозит развитием обезвоживания. Чем меньше ребенок, тем быстрее у него обезвоживание развивается. Приносит из садика опять по той же причине, что в садик заносят больные дети. Если ребенок начал дома болеть, а его отправили в садик, он, конечно, может там заразить других детишек. Поэтому и получается, что вроде бы в садике им заражаются. От ротовирусной инфекции существует вакцина, но она не входит в календарь профилактических прививок. Она может только по решению родителей проводиться и прививаются ей в возрасте до года. А меры профилактики абсолютно те же, как при других кишечных инфекциях. Мойте руки перед едой, не ешьте недоброкачественные продукты, пейте хорошую воду и не будет ротовирусной инфекции. Дома можно лечить ротовирус? В зависимости от степени тяжести. Легкие формы можно лечить дома. Средне-тяжелые формы у детей старших тоже можно лечить дома. Это решит врач, будет он лечить дома или направит на госпитализацию. Но чем меньше ребенок, тем тяжелее инфекция, то, конечно, это в стационаре. Меня очень заинтересовал вопрос вакцинации. Получается, одна прививка в возрасте до года? Нет, она не одна. Есть две вакцины, существуют две вакцины. Одна двукратно применяется, другая трехкратно. Ну вот и все, на протяжении всей жизни никакие ротовирусы не страшны. Не могу сказать, что совсем не страшны, но гораздо меньше вероятность завалять этой инфекцией. Ротовирусов тоже много, существует разновидностей, потом не все входят в вакцину. Ну про вакцинацию, про прививки мы еще сегодня будем говорить. Такой момент, до 1 сентября, как я уже сказала, осталась ровно неделя. Есть еще что-то еще можно сделать для того, чтобы укрепить иммунитет ребенка за эту неделю? Ну я надеюсь, что все общеукрепляющие мероприятия наши дети летом получили, и покупались, и позагорали, и наелись достаточное количество фруктов. Но сейчас у нас начинается, опять же, я говорю о том, что подходит сезон респираторных инфекций. Сейчас самое время привиться от гриппа. Вот по поводу прививок гриппа расскажет нам более подробно обо всем Евгения Солхудинова, потому что вакцина уже поступила, самая первая у нас, 15 августа. Уже начали прививать. Давайте посмотрим сюжет, во время которого звоните нам, 24 55 11. Ставите ли вы своим детям прививки, даете ли согласие, и считаете ли это меры профилактики заболеваний, либо как-то иначе защищаете себя и свою семью? Да, не забываем выигрывать билеты. Звоним, выигрываем билеты. Ну что ж, примем все за дело. Не в пример этому мультяшному бегемотику, который до ужаса боялся прививок, малыши из детского сада 14 идут на вакцинацию с улыбкой на лице. Говорят, не страшно, потому что полезно. Ведь прививка – это комплексная защита от вирусов и бактерий. Для чего нужны прививки? Скажи нам. Чтобы не болеть. Тоже не боюсь их. Прививать от гриппа в этом году начали раньше обычного, потому что рост заболеваемости обещает разразиться раньше срока. Вакцину, которую используют в этом году, называется Савигрип. Она показана детям от 6 месяцев и старше. Страна-производитель – Россия. Очень хорошие очищенные вакцины в шприц-дозе, в удобной упаковке, с очень тонкими острыми иголочками, безболезненные. Мы в прошлом году работали уже, и вы знаете, не было никаких нежелательных реакций на введение этой вакцины. Дети очень хорошо переносили, и достаточно высокий иммунитет. Сделать прививку ребенку или отказаться – дело добровольное. Каждый родитель вправе сам решить для себя вопрос вакцинации. Но, по словам медицинских работников, сегодня все больше людей говорят прививкам «да». Ведь многие понимают, грипп страшен не только своим течением, но и осложнениями. В этом году, кстати, ожидается грипп штаммов H1N1, H3N2 и группы B. И все эти штаммы содержатся в прививке. Я рекомендую родителям давать согласие на эту прививочку, так как прививка предохраняет не только от заболевания гриппа, но и от других вирусных заболеваний. Но даже если и заболеет ребенок гриппом, то он принесет это в легкой форме и без осложнений. В группе дошколя от детского сада 14 привиты почти все. На очереди младшие и средние группы. Каждый из них уже через месяц получит иммунитет к опасному заболеванию. Но пока в качестве бонуса – конфеты за бесстрашие. Школьников начнут прививать, как только они выйдут на учебу в первой половине сентября. Школьников в этом году вакцинировать будем вакциной Ультрикс, которая применяется для вакцинации детей против гриппа с 6 до 17 лет. Вакцина находится в шприцдозе, разовая доза 0,5 мл. Практика применения отечественных противогриппозных вакцин Ультрикса и Савигриппа в городе Магнитогорске показывает – дети переносят прививки хорошо. Побочных эффектов медики не наблюдали. Магнитогорское время вновь в прямом эфире. Светлана Анатольевна, еще раз для родителей. Стоит ли делать прививку от гриппа? Мое личное мнение, что прививку от гриппа нужно делать обязательно. Особенно тем детям, которые посещают учреждения дошкольные, школьные. То есть там, где есть массовое скопление людей. Потому что грипп – это воздушно-капельная инфекция, очень быстро распространяется. Там не так даже важно мыть ее рук. Это воздушно-капельная, то есть с капельками слюны, при чихании, при кашле. Ребенок предохранится от нее достаточно сложно. Ну и потом человечество еще не придумало лучшей защиты от инфекции, чем вакцинация. Это наиболее эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Поэтому те прививки, от которых есть вакцина, обязательно нужно их делать. От гриппа особенность этой прививки в том, что ее нужно делать ежегодно. Каждый год эту вакцину готовят особенно, вводя туда те штаммы, которые предполагают будут в этом году. Там всегда содержатся антигены гриппа А, наиболее тяжелого, и гриппа В. Поэтому от основной массы гриппа она, конечно, прививает. Но есть такое расхожее мнение у родителей, что вот они привились и все равно заболели. Может быть, они болели другими какими-то вирусными инфекциями. Их существует масса. Но грипп – это наиболее тяжелое инфекционное заболевание, вирусное, респираторное. И, судя по опыту и по статистике, тяжелые формы гриппа и, не дай бог, с летальными исходами были у людей только непривитых. У привитых таких случаев не было. Я правильно понимаю, что прививка не стопроцентная гарантия того, что вы не заразитесь, но гарантия того, что не будет летального исхода? Да, конечно. Часть людей заболевает, даже имея прививку, но переносит грипп в более легкой форме. И у этих людей не бывает тяжелых исходов. И обязательно, конечно, нужно прививаться от гриппа тем людям, которые имеют хронические заболевания. Потому что после гриппа всегда обостряются хронические заболевания. Это гипертоническая болезнь, заболевания сердца, сахарный диабет, бронхиальная астма. И, как я уже сказала, дети, которые посещают учреждения, где массовое ископление людей есть. Но взрослые прививаются по желанию, вот школьников, дошкольников прививают, но начиная с трех лет, получается, когда они приходят в детский сад, но чуть пораньше. А вообще, с какого возраста можно уже сразу поставить прививку от гриппа? Вообще, вакцина от гриппа разрешена, есть вакцины, которые разрешены с шести месячного возраста. С шести месяцев можно ребенка прививать. Это также будет однократно, один раз в год или нет? Да, прививка от гриппа, она делается однократно, один раз в год. Вы сказали, что не от всех вирусов, не от всех инфекций есть у нас вакцины. От каких детских вирусов, инфекций нет вакцины, чего стоит опасаться родителям? Ну, хотя бы профилактику, против каких заболеваний нужно делать обязательно? Ну, вакцин нет от многих вирусов. Это большая группа респираторных вирусов, которые вызывают там и бронхиды, и пневмонии, и вообще респираторные заболевания. Я не буду их перечислять, их там самое разное количество, и риносенсициальный, и аденовирус, и много-много. Вот от них вакцины не существует, только от гриппа. Нет вакцины от вирусных кишечных инфекций, кроме вот ротовирусов, а их существует еще там разная большая группа. Вот. Некоторые вакцины применяются только по эпидемическим показаниям, то есть не всем детям после контакта. Это, например, вакцина от гепатита А. Если ребенок проконтактировал где-то с больным, его, пожалуйста, можно привить, а он не заболеет. Это тоже очень хороший вариант профилактики. Вот. Существуют вакцины, которые не включены в национальный календарь прививок, но они существуют. Например, вакцина от менингококковой инфекции, тоже страшная инфекция, которая детей поражает. Она редко встречается, но встречается. Ну и есть масса заболеваний, в которых нет вакцин. Например, гепатит С, ВИЧ-инфекция. Это да, самостоятельно. Наша злободенная дневная. Да, действительно. А вот, возвращаясь к теме гриппа, к теме вакцинации, вот что, кроме прививки, можно сделать дома, в школе, чтобы не заболеть гриппом? Ну, в доме должна быть чистота, так скажем. Это влажная уборка регулярная, регулярное проветривание комнат, потому что, как бы, вот движение воздуха, оно способствует тому, что хорошие микробы и бактерии находятся, а плохие, как бы, погибают. Вот. Опять же, мытье рук части вирусов переносится через руки. И минимум контакта с заболевшими людьми. То есть, если вот, как в какой-то семье болеет ребенок, то не нужно туда ходить в гости со здоровым ребенком, потому что будет контакт, будет заболевание. Вот. А если ребенок посещает детское учреждение, то вот рекомендую сделать прививку. А если ребенок ваш заболел, то не нужно его водить в детский сад. Нужно переболеть дома, выздороветь, и потом здоровенькому идти. И никого не заразить, и другим будет хорошо. Чесночок, лучок не помогает? Нет, гриба. Чесночок, лучок тоже. Тоже это так называемые фитонциды, которые способствуют гибели микробов. Да, тоже можно применять все эти средства. Светлана Анатольевна, вот сейчас родителям стоит пропить вместе с детьми курс витаминов. Если прям против прививки, то хотя бы это как-то поможет, задержит? Курс витаминов, он, конечно, не предотвратит от заболевания. Это для укрепления общих защитных сил организма. Все зависит от того, как бы по витаминам, я бы сказала так, все зависит от того, как питается ребенок и семья. Если это питание полноценное, и ребенок получает достаточно всех веществ и достаточное количество овощей и фруктов, то, может быть, и не нужно. Но лучше посоветоваться с врачом, в зависимости от того, какие заболевания ребенок имеет, какие особенности, как он питается, кушает, не кушает. То просто вот брать и пить витамины месяцами, я бы этого не рекомендовала. Спасибо большое за ваши советы. Ну и вот сейчас в продолжении темы вообще инфекционных заболеваний хотелось бы поделиться с нашими телезрительными информацией, которую вы, конечно же, знаете. А вот для них, может быть, будет новость, что инфекционный стационар третьей детской больницы, в котором как раз-таки работает наша гостья, после визита главы города Сергея Бердникова, отремонтирует. 13 миллионов выделил город на ремонт. Да, здание инфекционного отдела на Левом берегу 41-го года постройки. В скором времени преобразится первый этаж стационара. Предусмотрена замена окон, дверей, побелкой стен. Новая канализация. Будет закуплена и мебель. Слава Анатольевна, насколько я знаю, работать будете даже во время ремонта? Да, конечно, инфекционные заболевания, знаете, не прекращаются, независимо от того, есть ремонт или нет. Мы будем перепрофилировать отделение, закрывать по части отделения, ремонтировать. Ну и совместно со стационаром многопрофильным на правом берегу будем решать, куда каких детей будем госпитализировать. Спасибо большое, Слава Анатольевна, что пришли к нам. Будем с вами прощаться. Несмотря на улучшение условий у вас в отделении, никому не посоветую попасть в больницу. Лучше будьте здоровы. Да, и болейте только за хоккейную команду «Металлург». Абсолютно точно. На этом у нас все. До свидания. Увидимся. Всего доброго. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова